В Курской области местные жители обращаются к украинским военным на украинском языке. Соответствующее видео опубликовал боец ВСУ Юрко Яковенко. Тем временем бои в Курской области продолжаются. Несмотря на заявления российского министерства обороны о стабилизации ситуации, украинские силы продвигаются в регионе. По информации российских пропагандистских пабликов, ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку. В Беловском районе Курской области объявлена эвакуация. 12 августа в сети появилось видео, на котором якобы украинская бронетехника движется в Беловском районе Курской области. Предварительно украинская военная техника проезжает с село Гирьи Беловского района Курской области и движется на север в направлении села Белица. Действительно ли произошел новый прорыв границы, остаётся неизвестным. Тем временем журналист Роман Цымбалюк проанализировал информацию, которую распространили российские паблики, где заявляют, что якобы силы ВСУ уже в Беловском районе. Давайте-ка вместе посмотрим на это. А что же мы тут видим? Ребята, так там же после этого района сразу Курчатов. Также журналист проанализировал карту боевых действий в регионе от пропагандистов. Пришёл к выводу, что, очевидно, мы хотим просто с разных направлений подойти к Курчатову и переключить, соответственно, Курскую атомную электростанцию. Но официальной информации от ВСУ, что они находятся на территории РФ, нет. Только накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил. Украина доказывает, что умеет возвращать справедливость и гарантирует такое давление, которое нужно. Давление на агрессора. Также украинский лидер подчеркнул, что возмездие настигнет объекты на территории РФ, откуда россияне наносят по мирным городам Украины удары, забирающие жизни. Мы фиксируем все места, с которых российская армия наносит удары. Также Белгородская, Курская и другие районы. О том, что боевые действия начались на территории РФ, стало известно 6 августа. Об этом заявили сначала пропагандисты, а впоследствии и правительство РФ. Неспокойно в Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил об эвакуации. Мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. Российские пропагандистские телеграм-каналы заявили о боях и попытке прорыва в районе села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. В Z-пабликах уже настоящая истерика. Они заподозрили ВСУ в намерении выйти в тыл белгородской группировки оккупантов. Населенный пункт Гири находится в 12 километрах от населенного пункта Белая. Это может говорить о том, что противник, возможно, будет пытаться взять слободу белую с целью дальнейшего продвижения уже в сторону Ракитного или Красной Яруги, чтобы выйти в тыл нашей линии обороны в Белгородской области. Тем временем стало известно об аварийном отключении электроэнергии в Грайворонском районе. Как заявил губернатор области, без света остается 13 сел. Ранее в сети появилось видео, на котором украинские бойцы сообщают, что якобы зашли в село Порос в Грайворонском городском округе. Батальон 252 находится в населенном пункте Порос, Белгородская область. В РосМИ также добавили, что зеленое здание с вывеской «Поросский сельский клуб» на видео совпадает с тем, что есть на фотографиях, опубликованных на сайте клуба. Миноборонеров подтвердила расширение зоны боевых действий на территории России. Сообщается, что бои идут в районах 14 населенных пунктов. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с диктатором Владимиром Путиным сообщил, что 12 августа 28 населенных пунктов не контролирует СРФ. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Губернатор Белгородской области также отчитался перед диктатором, что проходит эвакуация. «В целом, по приграничью ситуация резко ухудшилась». По словам губернатора Белгородской области, напряжение среди населения растет. «По нашим расчетам, порядка 50-70% города Шебекина на сегодняшний день покинули территорию. И социальная напряженность в Шебекине растет». Правитель Кремля боится, что территория РФ и дальше будут выходить из-под его контроля. «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка». Также Путин сочинил свою версию о том, почему идут бои в приграничных регионах Российской Федерации. «Это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации». Но диктатор забыл упомянуть, что 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины, оккупировала земли независимой страны. Не сказал он и о том, как уже более двух лет от ракетных ударов россиян гибнут мирные украинцы, как РФ бьет по энергетическим объектам Украины, и как еще весной 2022 года российские войска в ходе боевых действий захватили Запорожскую АЭС. Военный аэродром «Чкаловский» под Москвой атаковали дроны. По информации Астра в подмосковном Щелково, несколько часов назад жители слышали стрельбу и тревогу. Местные телеграм-каналы пишут, что на подлете к аэродрому «Чкаловский» якобы сбили дроны, публикуют кадры со стрельбой. Тем временем в Курской области продолжаются бои. Несмотря на заявления российского министерства обороны про стабилизацию ситуации, украинские силы продвигаются в регионе. По информации Z-пабликов, ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку. В Белгородской области в приграничном с Украиной Краснояружском районе объявлена эвакуация жителей. У нас тревожное утро. Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. Курская операция вскрыла уязвимость российских границ и слабость армии оккупантов, считает военный аналитик Александр Коваленко. В рамках неё российские войска на своей территории стремительно теряли контроль, а в плен сдавались десятки российских военных, причём преимущественно срочников. Путин увяз в Украине в затяжной войне, а его армия терпит колоссальные потери и испытывает дефицит человеческого ресурса, считает эксперт. Только задействованных по настоящее время и потерянных людских ресурсов у российских оккупационных войск суммарно 1 миллион 300 тысяч. И это без учёта тех, кому ещё удастся убыть из зоны боевых действий по ротации. Коваленко добавляет, для обслуживания такой массы и текучкости людского ресурса средний ежемесячный показатель мобилизации на протяжении 29 месяцев должен был составлять 45 тысяч. Но, как известно, ежемесячный показатель на такой уровень в РФ не выведен до сих пор. По мнению эксперта, именно поэтому срочники оказались на границе с Украиной в составе группы войск «Север» её курского формирования. Срочниками заткнули участок на границе, где думали, что России ничего не грозит. Брянская группа аналогично заполнена срочниками, сидящими вдоль границы и с оглядкой на события на Курщине, подумывающих, как бы скорее сдаться в плен, пишет Коваленко. ВСУ взяли в плен бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области. Видео с кадыровцами опубликовал проект «Хочу жить». На кадрах трое мужчин, которых спрашивают, откуда они говорят. Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятой? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Телеграм-каналы заметили интересную деталь. Один из кадыровцев, которого взяли в плен, был в дорогом брендовом худи стоимостью в 2300 долларов. Кадыровский пиар и желание беречь свою гвардию от боевых действий дорогого стоит россиянам, пишет проект «Хочу жить». По словам российского срочника, который стоял на опорнике поселка Свердляково, в плен попал он благодаря кадыровцам. На самом окружении они сбежали, потому что, как я думаю, ребята говорят, что Кадыров сказал, чеченцы не сдаются и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Ранее командир кадыровского спецнада Ахмат Абтия Лаудинов заявлял, что кадыровцы якобы разминулись с украинскими военнослужащими в Курской области и поэтому не вступили в бой. В телеграм-канал ВЧК ОГПУ писал, что кадыровский спецназ, который стоял в Кореневском районе, после первых же ударов украинских военных рассредоточился, а то есть разбежался, говорится в сообщении. По данным Международного разведывательного сообщества «Информ Напалм», сдал кадыровцев, которые прятались на Курщине, российский срочник. Мотивацией рядового стала жажда мести кадыровцам из-за издевательства, которые он и его товарищи по службе терпели от боевиков подразделения «Ахмат-Россия», которые прибыли на Курщину в начале мая. Пожар на Запорожской атомной вечером в воскресенье 11 августа стало известно о пожаре на территории АЭС, которая находится под российской оккупацией. Никопольская районная военная администрация сообщила о возможной провокации со стороны российских захватчиков. По их данным, они могли поджечь в градирне шины. Военный эксперт Ян Матвеев также считает, что пожар на Запорожской АЭС – это провокация со стороны РФ. «Это градирня, в ней охлаждается вода, когда станция работает. Гореть там нечему. Похоже, российские солдаты что-то подложили туда и подожгли. Судя по дыму, это шины. Тупая провокация», – написал он. Сейчас атомная станция работает в штатном режиме, насколько это возможно, в условиях оккупации, заявили в Никопольской районной военной администрации. Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Украину в пожаре на территории атомной электростанции. По его словам, украинская армия якобы атаковала с беспилотника «Энергодар», в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. «Произошло воспламенение одной из градирней атомной станции. Приданными силами и пожарной частью атомной станции пожар был локализован». Ставленник Кремля уверяет, что никакой угрозы станции нет. На месте работают пожарные. Все шесть энергоблоков станции находятся в холодной остановке. Угрозы парового взрыва и других впоследствии нет, добавил он. На пожар отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что показатели радиации пока в норме. Однако гарантировать безопасность станции может только возвращение её под контроль Украины. «Россия с первого дня захвата Запорожской атомной электростанции использует её сугубо для шантажа Украины, всей Европы и всего мира. Ждём реакции мира, ждём реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности». Добавил президент. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ситуация в Никополе находится на контроле. Замеры воздуха показали, что уровень радиации не превышен. Министр внутренних дел Украины Игорь Клеменко также сообщает об усиленном мониторинге ситуации вблизи электростанции. Посты Укргидромедцентра работают в оперативном режиме. Субтитры создавал DimaTorzok